Мир вам, мы православные христиане, людям рассказом о Боге, о спасении души. Не желаете послушать? Желаем. В мир сошел Спаситель, это Господь Иисус Христос, Сын Божий. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Недородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть, для чего сошел Спаситель в мир? Для того, чтобы взять все грехи мира на себя, когда его распяли на кресте, это жертву, он принес в себя за все грехи мира. То есть, и верующий человек, когда верит в эту принесенную жертву, имеет прощение грехов и жизнь вечную, что Господь обещает любящим его, исполняющим его святые заповеди. О заповеди мы узнаем через Святую Библию. То есть, надо читать Слово Божие, потому что, как в Библии написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть, у человека появляется. О личности, о душе, чтобы после смерти в аду не оказаться. Не, батя. То есть, вы уже прописаны в аду, не согласны, чтобы в рай попасть. А почему я не попаду туда? Ну, не хотите слушать как? Верующий с радостью слушает обо своем отце, который жизнь дал. Сейчас, погоди, наушники возьму, плохо слышно. Пожалуйста. Надо посмотреть, если плохо слышно. Давайте я покажу. Далеко, где-то наушники. Россия. Родная наша матушка. Сколько она издевательств претерпела. Так. Возьми. Отключи, отруби. Как я говорю? Да плохо слышно что-то. Ну как же, микрофон рядом у меня. Не, микрофон-то понятно, это просто у меня плохо слышно. Я специально сделал микрофон около рта, чтобы вам слышно было. Я понял, понял. Ну, сказать что, мы зачем сюда попали-то, на эту помойку-то. Но. Самое негодное, наверное, тут собралось все. Голые стоят и что попало показывают. И вообще, у сумасшествия. Мы пришли рассказать о Боге, о вечности. Для чего человек живет. Сын Божий Христос сошел на землю и умер за наши грехи. И воскрес для нашего оправдания. Верующие в Него имеют жизнь вечно. А не верующие, не увидят жизни. Но гнев Божий приводит. А кто об этом знает? Евангелие написано Духом Святым, Святыми Апостолами. И об этом знают 2 миллиарда. Нет, это написано понятно. А из людей-то кто знает об этом? Но об этом знают 2 миллиарда людей на земле, христиане, которые называются. Сегодня 2 миллиарда. Ну только из-за того, что написано. А другого нет. А вы как про Пушкина-то знаете, что написано? Откуда вы знаете про князя Владимира-то? Про Суворова-то? Так предки его-то есть все равно. Вот, ничего нету? Никаких портретов не было князя Владимира? Нет, говорю предки, предки. Ну дети там. Какие предки-то? Какие они предки-то? Где князя Владимира-предки? У Суворова кто на земле живет? А мы верим, что был такой полководец. Так не годится так говорить. Предки или что? Верой постигаем будущее. Нам открывают. А как мы верим, что есть электричество, есть электроны, протоны? Как мы верим? Никак. Нам преподают... Так это научно все. Так если нам преподают, что земля летит вокруг быстрее пули, мы в это верим. Расчеты показывают. А видеть этого нельзя. Как ты увидишь? Если я брошу палку, можно замерить скорость. И поэтому блаженный, не видевший, но верующий, уверовавший, Господь так сказал. И мы верим. С рождения Христа пошла новая эра. Вот 2018 год. Милость Божия в том, что мы живы. Бог дал землю, солнце, создал человека, чтобы человек искал Бога, нашел и служил Ему. И получил Царство Небесное. А у неверующих... А найти его где, в церкви? Да мы простые люди. Мы не священники. Нет, а я говорю, ну вы говорите, Бога найти. А где его можно найти? В церкви? Найди вокруг себя. Ты увидишь дела Божие. У тебя пальцы есть. Почему они сбиваются, как ты живешь? А то когда луказание, все как... Это Бог сделал, так работает. Увидишь растения, насекомые, птицы, животные. Кто сотворил? Вопросы ставь. Кто солнце, кто луну? Они проповедуют славу Божию. Творение его. Мы другой раз создавали... Он прослужил тысячу лет, миллионы лет. Миллионы лет. Вот маленькие такие вот это, ну... Телефон. Телефончик такой. Но кто-то его же сделал. Не ветер же это надул. Человек. Ну вот, значит, мы понимаем, что кто-то приложил разум, кто-то изобрел. Изобрел кто? Мы знаем, кто изобрел. Мартин Купер. А вот, кто изобрел этот весь мир составил. И все разное такое. Одних насекомых насчитывается разных видов 500 тысяч. И все разные. Кто сотворил это? Это не атомьё бы произошло. А творческий акт. Говорит, а кто раньше, курица или птица появилась? Курица? Курица. Бог дал повеление. Земля забугрилась, и полетели птицы. Повеление Божие. Там четвертый день какой. Все. Библия дает ответы на все вопросы. Чтоб жизнь была целенаправленная, полная. Люби ближнего, как самого себя. Не обмани. А помоги. Люби Бога. У тебя день начнется с молитвы. Тебя не болеть здесь смертельно. Заболел рак. Все. Человек не знает. На себя руки накладывает. А ты знаешь, Бог дал жизнь, я благодарю. Ты Богу верился. Все равно лечиться-то пойдешь в больнице. Ну, врач не всегда помогает. Пойдешь лечиться. Ну, не всегда, но в основном врачи знают болезнь. Знают и иногда добавляют. Иной раз в их руках бывает успех. Иной раз написано. Но кто согрешает, да впадет в руки врача, они тебя будут резать. В Библии на этот вопрос отвечают. Евангелист Лука был врач. Ну, врачи-то были не такие. Сегодня лечит. Человек умер. И вдруг определяет, совсем не о той болезни лечили. Сейчас вот сколько показывают. Уголовные дела против врачей воздвигают. Ну, это врачебная ошибка. Это не ошибка. Это лень. Он не хотел учиться. Ну. В Греции был такой закон. Если он окулис, глаз лечил и глаз вытек, прорезал. Смертная казнь. И они боялись. А сегодня ему ничего не будет. Абортов делают. А если такое сделают сегодня, уже врачей не будет. Они побоятся эти лечить людей. Вы понимаете, человека убить это грех. А 120 миллионов за перестройку абортов сделали. Это государство убили внутри. И все нормально. Один только Рамзан Кадыров запретил в своей области. В Чечне. Один. Мусульманин. А везде. При всех правителях, при сегодняшнем аборты свободно делают. Поэтому еще удивляйтесь, что весь Восток уже Китай там живет. А здесь с юга наползает. Как туча. Где Китай живет? В Хабаровске. Всюду. Они говорят, Хабаровск наш город. Посчитайте, сколько сейчас. Они говорят, Баля, что ты? Я же отсюда. Оттуда? Да мы там проехали. Я понял, во сколько? Вы зарядите, зарядите гибель тайги. И посмотрите, какие огромные составы увозят. Горы голые остаются. Даже лягушек не оставляют. Они заражают землю, особенно там пестицидами своими. А то уже все понимают и крещат. Так а наш народ не меньше режет русскую землю. Тоже как варвары. Это земля русская. Но русские-то в Китае не безобразничают, как они здесь-то. Русские, он делает, ему и плохо будет. А это чужие. Чужие. Продают-ка Байкал. Там Байкал-то уже все настроили, где все китайское. Мы там несколько раз были. С миссией. Я к тому говорю, что человек, если не верит, то у него по-другому. Вот у мусульманская женщина, у нее лозунг «Я должна для Аллаха подарить пять сыновей». У русских-то скажи. Вот у них в среднем женщина рождает 8,1 ребенка в среднем. У русских 1,8. Ну и что спрошу это-то? Мы исчезающая нация. Самая быстро исчезающая. Самая бедная. Там около Сомали где-то стоит. Страну-то разворовали всю. Почему? Правители безбожные. Территория большая. Пустая территория-то. Города. 21 тысяча сел исчезло. 10 тысяч дышат на ладан. 1-2 человека. Целые города зарастают. Да, согласен. Умирающие города. Зарядите в интернете и посмотрите. На крышах четырехэтажных зданий деревья растут. Вот у нас на Алтае, мы Барнаул, тракторные заводы. Там конца нету сколько. Сейчас все развалено и все как будто бы атомная война прошла. Государство так на грани краха стоит. Все отсюда вводит. Это Бог так сделал? Бог допустил за безбожие. Бог не делает этого. Бог зла не делает. Господь говорит, не пейте. Зачем государство водку выпускает, отравляет людей? Зачем? Чтобы денег заработать. Да какие деньги-то в одном государстве? Я убью хозяина, ну это убийство людей-то, чтобы мне были деньги. Так у тебя некому жить тогда с деньгами-то. А им все равно. А вот это плохо. А если верующие, мы для этого пришли сказать. Ты отвечаешь за все. Ты будешь верить, что Господь дал тебе особый путь жизни. Рассказать другим о Христе. Жить по-христиански. Ходить в храм Божий. У тебя цель, великая цель. Просветить свой разум других, чтобы жили для Бога. Человеку сколько лет? Мне хотя бы свой просветить. Куда мне других просвещать? Ну вот вы сегодня попали сюда. Покажи наши ресурсы. Вот как раз у нас на канале, на Ютубе, есть канал «Открытый окон во свете Библии». Там у нас более 13 тысяч видеороликов наших только выставлено. И также под этим названием есть сайт и форум. Заходите, много полезного узнаете для себя. А вот если вам надо по скайпу говорить, внизу моя фамилия и имя. Игнатий Лапкин. Ага, вижу. Вот так. У вас вопросы есть какие-нибудь? Да нету так-то особо. А почему бороду бреете? Почему брею? Да. Зачем? На работе не пускают с бородой. Обман, все обманывают. Таких статей нету. И никто, если вас не пускают, ты не ходи месяца два, потом опять пойди. И они тебе оплатят за все месяца. Такой статьи в законе нету, что с бородами не принимать. Не правда это. Это обман. Есть внутренний устав работы. Я работаю спасателем. Ну и что? Что борода? Запутаетесь в бороде, что ли? Спасатель-водолаз. Ну и что? Это не мешает и сколько? Так что... Нет, нет, нет. Нет такой работы, что... У меня есть загубочник во рту. Это Петр Первый дал во рту. А как у нас не во рту? Фридрих Энгельс, посмотрите, какая борода. Кар Марс. У Ленина только бородка. У Сталина одни усы. У Хрущева даже на голове нету. Нет, ну борода это каждому свое. Кто-то хочет, кто-то нет. Нет, это позор. Это желать, чтобы две мамы было в доме. Это мужик подкаблощники. А Иисус без бороды был. Кто? Иисус без бороды был. Без бороды был, да? Бомжем был. Еще придумают. Почему бомжем? А что, с бородой он был? Ну неужели же без бороды? Вы зайдите на любую икону, посмотрите. Иисус без бороды, я такого даже не слыхал. Сейчас я посмотрю. Вы его перепутали с кем-то из правителей сегодняшних. Баптистские или какие там пасторы. Сейчас я посмотрю. Ну давайте, посмотрите. Он, наверное, Пантелеймон перепутал. Ну может быть, Иисус без бороды. Ну прям вот, ой-ой-ой. Бедная Россия. Кого не нарожала земля? Где-то бороды нету. Вот время тянется. А что сказать? Вот какие люди здесь встречаются, в этой рулетке. Проигранная жизнь. У меня один студент мне нельзя, а другой военный мне нельзя. А у меня один побыл, и бороду не бреют сейчас, и все, военный. Ну-ка. Не могу найти. А вам не найти. Вам никогда не найти. Вы время зря тратите. Библия есть у него. Ну и Библия, и где там... Библия, да. Но это у вас Библия не православная. Это сектанты издают. Вот Библия правильная. Смотрите. Вот Библия. А как узнать? А очень просто. Откройте, прочитайте несколько. Я вам сразу скажу. Синодальный перевод должен быть написан по благословению патриарха. Это сектанты издают развращенное. Ну, откройте где-то посередине или где считайте. Я вам скажу сразу. Ага, сейчас. Ну, в конце где-то откройте. Я же не вижу, где вы открываете это. Я вам скажу. Считайте. Иеремия. Не видно так? Видно. Ну, плохо видно. Ладно. Считайте. Тогда начальник стражи пошел со служителями и перевел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями. Так, еще читайте. Приведя же их, поставили в финидрионе и спросили их, первосвященник говоря, не запретили ли мы вам накрепко учить от имени всем? Это синодального перевода, правильная Библия, но она сокращена. 11 книг здесь нету. Вот вам ответ. Это правильная, можете считать. Это наша православная Библия, но издали ее протестанты, сектанты, баптисты. Секунду, подождите, у меня звонок. Да. Оля. Да я еще не узнал. Вот так. А там же должно написано, сколько книг. Хорошо. Может, все-таки у него православная? Надо спросить, сколько книг. Нет, 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 корочка я вижу. По корочке вижу, что не православная. Нету креста и... Пусть это... КГКУ ГООЧЕС по делам ЧАЭС. Дивен Господь. КГКУ. Смотрите, какие люди встречаются здесь. Говорили, что нет никого, чтобы слушали Слово Божие. Неправда, мы убедились. Ой, давай я сам узнаю просто и все. Что-то нужно узнать здесь. Пока он там говорит, я скажу, что Бог открывает поприще. И здесь, даже на свалке, и то бывает, найдешь человека. По какой причине он оказывается здесь? Один Бог знает. Ну так у меня правильная книга. Правильная Библия, правильная. Но только она не полность. Одиннадцати книг в ней нету. А, ну так у меня была бы целая библиотека. Одиннадцати книг, которые внутри, она потолще была бы. Должно быть семьи... А может она просто написана? У вас шестьдесят шесть книг в этой корочке. Шестьдесят шесть, а надо семьдесят семь. А вы посмотрите, в Ветхом Завете какая последняя книга? По оглавлению. Найдите оглавление, там ветхие новые разделяются. У вас Малахия там есть. А должно быть третье ездры. Так. Но в конце... Глава тут есть. Покажите, кто... Перед Новым Заветом какая книга в Ветхом Завете? Последняя. Тут что-то написано. Послание к евреям святого апостола Павла. Нет. Это Новый Завет. Вы оглавление откройте, где книги Откровения. Там Откровение будет. Впереди Библия. Самую первую страницу откройте в Библии. Оглавление впереди. Прям корочку откройте. И посмотрите. Ветхий Завет, а потом Новый. И вот перед Новым, перед Новым. Какая книга последняя? У вас написано Малахия. Тут написано Библия, книга Священного Писания, Ветхого и Нового Завета. Вы меня не слышите. В оглавлении написано там, книги Ветхого Завета перечисляются. Последняя книга должна быть третьей ездры. У вас Малахия. То есть не канонических книг у вас нет. Последняя книга Ветхого Завета какая? Просчитайте. Послание к евреям. Да вы опять в Новый Завет пошли. Не, не. Вы в Новый Завет смотрите, а вы в... Вы в Ветхом Завете. Это Ветхий Завет. И там книги перечисляются. Ну, трудно ли просчитать-то? А, Ветхий. Всё, нашёл сейчас Ветхий. Так, ну какая последняя книга в оглавлении? Тут вот написано, смотрите, Ветхий Завет, вот, в странице. Нет, он не сделает. Вам не сделать это. Нет. Не можете открыть, оглавление прочитать. Ну как это можно? Взрослый мужчина и... Последняя книга. Вы подписаны, первая книга. Они... Бытие, исход, левиттера, законе, счисло. И в конце книга какая последняя? По оглавлению. Есть оглавление же в книге? Есть. Ну какая последняя книга в Ветхом Завете? Десятый раз говорю. Откровение? Ну опять в Новый Завет идёте? Это вы в Новый Завет смотрите? Я говорю, в Ветхом-то, ну посмотри. А там а нету? Ну ладно. Потом вы увидите, будете смеяться над собой. Скажи, вот это я, как с глубокого похмелья. Нельзя так. Так вы, конечно, вы-то по этим книгам хорошо ориентируетесь, а я-то что? Ну а вы должны знать лучше ещё. Почему? Мы что уже, состарились, забыли кое-что? А вы с какого времени изучаете это? 56 лет назад начал изучать, 23 года мне было. А я сейчас её открыл, и что вы от меня хотите? Я хочу, как оглавление открыл, тут я же ничего не требую. И по оглавлению посмотрите. Ветхий Завет, последняя книга, какая строчка? А там перечисление идёт? Ну тут нету такого. Я что сделаю? Такого не может быть. Ветхий Завет обязательно должен быть. Вы корочку открыли первую? Алле. Вот любую. Вот смотри, вот я открываю. Я сам узнаю хорошо. Ветхий Завет. Да. Открываю, вот оно всё. Вот посмотрите. Я открываю Библию, вот. И вот, вот, держи. Тут написано Ветхий Завет, вот оно, Ветхий Завет. Следующую страницу открываю. Вот, Новый Завет, Ветхий Завет. И последняя книга, вот она показана, Ветхого Завета. Последняя книга, Ветхого Завета. Третья книга Ездры. Вот, смотрите внимательно, поближе. Ну, если я понял, я понял. У меня такого нету. Ну, такого быть не может. Вы не там смотрите, значит. Может она в конце. Ладно. Ладно, потом посмотрите. Хорошо. Посмотрите. Ну, да. Повыше поднимите. Дальше переворачиваю. Повыше поднимите. Назад надо листать. Назад, назад листать. Вы уже открыли. Назад пролистите листик. Поднимите кверху, поднимай кверху. Выше поднимите, а вы вниз выпускаете. Теперь еще назад. Один листик. Назад. Один перелистите назад. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне неудобно просто одной рукой. Ну, двумя возьмитесь. А теперь на телефон держать. Он телефон в руках держит. Понятно. Теперь это, посмотрите. Вот. Поднимайте кверху. Вот это оглавление. Считайте, какая последняя книга Ветхого Завета? Книги Ветхого Завета написано. Последняя какая? В самом низу. Посмотрите. Книга пророка. Малахии. Все. Малахии. Малахии. Это сектантское. Баптисты издали. Но они от нас взяли. Я же вам сказал. Малахии. Это все. А у нас должна быть третья ездра. Все. А вот дальше идет тоже книги Нового Завета. А Ветхий Новый Завет они сохраняют полностью. 27 книг. То есть Ветхого Завета не хватает 11 книг у них. Да мне и этого хватит. Здорово. Да нам хватит одного листика, чтобы спастись. Ну, тем более. Вот. Ну, хорошо, мы побыли с вами вместе. Смасает не книга, смасает голова. А в голове-то книги, если нет, так ты пустоголовый есть. Зачем тебе нужна книга-то? А ты скажи, я книгу... Так нет книг в голове, так другая книга в голове должна быть. Никакая. Библия должна быть в голове. Евангелие. Так я с Библией не выживу в нашей мире. А как же мы выжили? Вот с Библией как раз ты выживешь. Вы 52 года выживали. Нет. Я с первого дня выжил, когда на корабле работал, уверовал. Меня сразу же выгнали. Выгнали? Ну, я ушел сам, потому что понял, что нельзя работать будет. У меня с этого не работали? Ну, до этого я работал, на корабле плавал-то. Пришел с уйти... После этого? Как ушли? Ушел я сразу на стройку. У меня техникум запрещали. Из армии пришел я. Я строитель, технарь. Я сразу пошел на стройку. А на стройке я уже свободен. На корабле-то там некуда двинуться-то. Все проверяют. Я пишу письма. Я уверовал 27 сентября 62-го года. Мне попало, дали в руки Евангелие. Я покаялся. Я встал с молитвы. Уже другой человек. Совершенно другой. И с тех пор, вот, 56 лет несу крест, который дал мне Господь. Страдания, тюрьмы, гонения. Все, что можно только сказать. Я благодарю Бога за все, что межи мои прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня. Так, мы уходим. Давайте прощаться. До свидания. Вы все уже, что ли? Да. А что? У вас вопросов нету? Так вы так мало меня просвидели. Ну, давайте, говорите. А мы вам показывали? Вот это мы вам показывали? Да, да, да. Показывали. Вот, если вам надо в скайп зайти, вот это мое имя, фамилия, Лапкин Игнатий. По скайпу меня найдете. Я это фотографировал. Вот, по скайпу. Я вам отвечу тогда. Ну, только чтобы у вас очков не было. Открытое вот такое лицо. А бороду не брей больше. Зачем ты на женщину похожий-то? Бороду не брей больше. Будешь работать, еще лучше ценить будут тебя. Ты даже не знаешь. Они скажут, настоящий у нас христианин. Он не будет топить, а будет вытаскивать. Я работал, знаю это. Я работал в органах МВД. В труднодоступном районе. Со строгим режимом направили меня работать после техникума. Я не милиционер. Прораб ходили? Прораб. Он говорит, с бородой ходили? Конечно, с бородой. И что, начальство ничего не говорило? Да, начальство... Ну, оно может говорить. Я в армии. 61-й год. Я вернулся с бородой. 61-й год. Коммунисты. Я уже с бородой был. В армии. Я настоял им все. Ничего они не сделают. Вы свою идеологию, наверное, там говорили. Да, я посмотрел фильм, отверженный Викторией Гугу, но Евангелие еще не получал. Я знал, что бороду трогать нельзя. Это мужская власть над женщиной. Я не подкаблучник. Женщина сразу поймет тебя, кто такой. Она понимает, это скала, за которой она сокрылась. Женщину держи в руках. Чем строже обращаешься, тем больше ногтей привязано. Вот как святые говорили. А сегодня мужик-то, расхлёпанный кисель, медуза. Ну ладно. Мы уходим уже. Город Барнаул, Алтайский край. Барнаул, Дальний Восток, Сахалин. Нет. Мы строим деревню православную с нуля. С нуля. Никто не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет. Так вы вот сюда в рулетку-то зашли. Тут же нечесть всякая. Вот мы и знали это. Мы пошли туда, в глубины ада. У меня умер недавно брат. Поверь, брат. И он перед смертью, он 17 лет лежал парализованный-то. И он зашёл сюда. Ему Бог открылся. А он умер. Я у Бога попросил, Господи, дай мне этот талант брата Сергея, чтобы я пошёл искать добрых людей. Мы уже здесь вторую неделю сидим. И находим всё новых и новых людей. Мы на помойке. И здесь находим среди падали, подбираем живых людей. И в них жизнь едва теплится. Да здесь-то ещё ладно. Вот на войне точно жизнь едва теплится. Да на войне ещё лучше. Когда попадают люди, они кричат, Господи, помоги. А здесь нет. Половина раздетые мужики сидят, половые органы показывают. 80% мусульмане. Это... Я никогда нигде не видал такого. Ещё не то увидите. Ну это ладно. Мы вас нашли, главное-то. Главную встречу. С сегодняшнего дня вы Богу не можете сказать, что вы не слышали. Вы можете сегодня стать христианином на правой стороне. И можете сказать, да мне это не надо. И быть сатаной пойдёте в ад. Сегодня день особый для вас. Запомните его. 31 января... А вы мне скажите, вот крест освящают в церкви? Да. Да. А в магазине купил и освящают его там? Да, там освящают. А если церкви не веришь? Ну не веришь. Плохо, что не веришь. Поверь. Зачем тебе верить? Нет. Не веришь. В общем, может, и вера есть. А конкретной церкви... А ты не смотри конкретную церковь. Себе, говорит, сучки в чужом газу не считай. Своё бревно вытащи из глаза. Нет. Так имеется в виду, что не верю то, что они... Пришёл человек, я его знал, когда он даже и верить-то не верил. И дела такие творил. А вам это знать не надо. Вы про себя ещё ничего не знаете. Вы в свои глубины опуститесь туда и увидите, что там своя рулетка. Так как не уверовать, что у меня крест-то святой, освящённый? Никак. Вам не надо об этом думать. Крест этот не спасает. А будет возможность. Святой водой покрапи его там, святой воды возьми. Этого достаточно, раз церкви нету. А пошёл в церковь, не смотри на священника. Какой бы он ни был, через него благодать сойдёт. Да? Да. Вот бывает начальник на работе, ну начальник ваш, а он там пьяница, блудник, а он начальник. Вот и всё, он тебе отдаст указания, будешь делать. Или уходи. Так и в церкви поставил. А вот я освещал у нас в церкви два раза крестик и два раза терял его. Надо хорошую нитку иметь-то, терял. Рохлятый. Нет, а нитка была вот раньше, я давно, это капроновая нитка раньше вешали на крестике. Но? Она не могла порваться. Да могла, значит, порвалась, через шею не сошло. Как это так? Нет, через шею никак. Ну так вот, у меня вот смотрите, крестик, я вам покажу. Этот крестик у меня, я не знаю сколько, но лет 30. Я с ним в тюрьму прошёл, лагерь смерти, и он целый. Ну так-то еду. Видите, как он... А у вас на верёвочке? Да, обыкновенная кордовая верёвочка, корд. Это нитка, которая в шинах, это... Ну когда шина у машины, там внутри такая идёт. Корд называется, жёлтая такая, ну как шёлковая. Это не шёлковая, корды. Вы можете сделать. На эту нитку повесишься, голова, говорит, отлетит, а она будет целая. Ну чё, всё? Ясно, понятно. Так всё, мы обходим. Уже Володе надо на работу идти. Ну всё, с Богом. Счастливо вам. Так, находите нас по нашим этим ресурсам, и потом, когда будете заходить по скайпу, покажите. Я с вами разговаривал вот в этом месте, в рулетке. Не, мысленно будем связываться. Ну ладно, с Богом. С Богом. С Богом. С Богом.